Дамы и господа, добрый вечер. Я надеюсь, что для вас продуктивно проводят форум. И вот наступило время для сессии подведения итогов, сессии открытого микрофона. Когда мы приглашаем участников подойти к микрофону, сказать нам, что им понравилось, что не понравилось, что следует оставить, а что можно изменить и улучшить на следующий год. Мы готовы принять ваши комментарии в письменном виде. Если вы не успеете подойти к микрофону и выступить здесь, то мы готовы и получить от вас в письменном виде. В материал, в текст, который мы затем опубликуем на веб-сайте. В резюмированном виде мы опубликуем общие выводы. Теперь хочу попросить всех присутствующих на сцене со мной рядом представиться, либо я вас представлю сам. Слева от меня господин Йоичи Ира, сопредседатель МАК-2023. Он представлял сопредседателя от имени принимающей стороны. Он также замминистра Министерства информационных технологий. Также с нами господин Винд Сирф, председатель руководящей группы. Я, Дженетама Самга, глава секретариата IGF. Справа от меня председатель руководящего комитета IGF 2024. Она будет внимательно вас слушать, потому что она будет заниматься организацией форума в 2024 году. И справа от меня уходящий председатель IGF 2023. И Кэрол Роуч здесь. Хочу вначале дать возможность тем, кто на сцене, сказать несколько слов, если кто-то хочет взять слово. Но в основном мы сейчас находимся в режиме слушания. Мы вас слушаем. Мы здесь для того, чтобы принять ваши комментарии, вашу обратную связь на будущий год. Винд, пожалуйста. Как вы знаете, если вы мне предлагаете открытый микрофон, я, конечно, не откажусь. Поэтому я все же скажу пару слов. Хочу поблагодарить и Даши Сан за теплый прием форума в замечательном Киото, за вклад в Японию в работу IGF на этой неделе. Я уверена, что вы утомлены так же, как и я. Это была, на мой взгляд, очень продуктивная, интенсивная неделя. Мы с нетерпением ждем встречи в Риаде в следующем году. Я хотел бы также поблагодарить от имени руководящей группы в качестве ее председателя Пола Митчелла за его руководство в последние два года. Хотел бы отметить работу Кэрол, которая присоединяется к нам и будет заниматься подготовкой IGF на следующий год. И я, видите, здесь сижу с блокнотом. Я готов делать заметки о том, что я услышу от вас, и все ваши замечания будут приняты к сведению. Кэрол, вам слово. Спасибо. Я хотела сказать, что мы хотим продолжать расти, улучшать IGF. Мы хотим говорить с вами о том, в чем заключаются сложности. Это необходимо для того, чтобы мы продолжали улучшаться. Потому что здесь самое главное – это трансформация. Мы хотим продолжать оставаться релевантными. И для этого вы должны говорить нам, что нужно сделать, как нужно адаптироваться и в какую сторону меняться, чтобы мы становились лучше. А я лично тоже готов выслушать любую обратную связь, которая у вас есть, говорит Пол. И я приму это к сведению и проанализирую свою работу в последние два года. Спасибо большое. Вы видите впереди зала в первом ряду два микрофона. Я хочу предложить всем желающим подойти к микрофону и по очереди, передавая друг другу микрофон, высказаться. Мы здесь, чтобы слушать вас. Мы, возможно, сразу не будем реагировать на ваши комментарии, не будем сразу отвечать. Но мы слушаем и мы принимаем все к сведению. И у каждого регламент. Две минуты. Пожалуйста, не выходите за рамки двух минут. Спасибо. Сложно говорить тому, кого вы любите, как стать лучше, потому что я вот уже пять лет как влюблен в АЧФ. И я считаю, что это был замечательный форум. И поэтому примите мою критику самым конструктивным образом. Вчера мы сказали, что… В прошлом году мы говорили, что 2 миллиарда 700 миллионов людей не подключены в интернете. Сейчас это 2,6 миллиарда. Получается, мы только через 25 лет добьемся успеха. И этого недостаточно. Это нужно поменять. Я думаю, что сегодня, когда я даже могу подключиться к интернету в кафе в аэропорту, я думаю, что можно как-то придумать выход и для всех тех миллиардов людей, которые не подключены. И давайте сегодня не превращать АЧФ в такую узкую платформу, которая занимается отдельными узкими вопросами. Давайте помнить, что у нас с вами широкий круг деятельности, и давайте продолжать работать над этим. У нас есть здесь группа экспертов высокого уровня по искусственному интеллекту. У нас есть проблема неподключенного населения 2,6 миллиарда. Давайте не забывайте о вопросе рабочих мест и о том, что если мы дадим людям возможность получить доступ к интернету, то нам удастся вырастить глобальную экономику. Она станет не 105 триллионов, а 200 триллионов. Спасибо. Следующий, пожалуйста. Назовите свое имя и какую группу вы представляете. Маркус. Я старший. Советник Женевской интернет-платформы Дипло Фаундэйшн. Я хотел бы сказать, что АЧФ информирует наше будущее. За последние годы АЧФ удалось аккумулировать огромное количество информации. И, как помните, еще в 2011 году в Найроби, ВИНД, вы сказали, мы можете заняться добычей данных. И я рад сегодня принимать участие в работе проекта, который как раз опирается на искусственный интеллект с тем, чтобы аккумулировать огромную базу знаний. И занимается этим уже несколько лет. Посмотрите на экране, вы видите график знаний, который демонстрирует связи между разными выступающими, ораторами, разными сессиями. И посмотрите, как нам удалось обменяться знаниями. И таким образом это огромный потенциал на будущее. Я думаю, что мы будем очень заинтересованы, если и другие организации смогут присоединиться к нашему проекту. Мы готовы принимать и другие заинтересованные стороны в семью Дипло. Посетите веб-сайт Дипло, чтобы получить больше информации. Спасибо. Маркус, к вам вопрос. Эта информация доступна в открытом доступе на вашем веб-сайте? Да, совершенно верно. Следующий. Меня звать Джей Джей. Извините, что я в темных очках. Я бы не хотел, чтобы мое лицо было распознано здесь. Я занимаюсь исследованиями в области наращивания устойчивости инфраструктуры против стихийных бедствий. И миссия моей жизни – это создать интернет, который помог бы удалить барьеры и дал бы всем возможность равного доступа к прогрессу. Мы хотели бы, чтобы интернет продолжал оставаться доступным и продолжал бы охватывать маргинализированные слои населения, уязвимые слои населения, голос которых до сих пор не слышен. Я хотела бы, чтобы и мой голос тоже был услышан в этом сообществе. Я почувствовала, что я был тепло здесь принят. Однако теперь я вижу, что мои люди все же страдают. Если не здесь, то в другом сообществе. Я это считаю лицемерным. Я считаю, что IGF имеет возможность продолжать обсуждать сложности, которые возникают в интернете. И я хочу выразить свою яжесть и свое неприятие того факта, что палестинский народ был вынужден покинуть свои дома и родную землю, на которой они всегда жили. И я хочу призвать IGF тоже выразить свое осуждение всем тем, кто принес такое горе палестинскому народу. Я хочу также высказаться в поддержку женщин, уязвимых групп населения. И когда я слышу, что вы говорите, что вам жаль, что уязвимые люди уязвимы, будут женщины или другие уязвимые слои населения, у меня просто все тело начинает чесаться от ярости и от того, насколько недостаточны эти безжизненные слова в решении вопроса. А теперь у нас я вижу удаленный участник из Бенина, который хотел бы сказать несколько слов. Если мы не можем сейчас его вывести на экран, давайте перейдем к следующему участнику в зале. Спасибо за замечательный форум. Хотела бы сказать, что это пятый для меня IGF форум, и я представляю Доминиканскую республику. Я работаю в хабе Доминиканской республики в университете Балахуба. Я хотела бы видеть больше представителей Латинской Америки, участвующих в форуме IGF. Я хотела бы видеть больше инвалидов на форуме IGF, потому что если мы хотим все делать более инклюзивно, мы хотим предоставлять интернет для всех, то мы не можем говорить, что мы хотим, чтобы у нас был один интернет, один народ, если у нас не представлены все люди, все регионы, и они не принимают участие в принятии решений. Спасибо. Меня зовут Эндрис Пасс, и я работаю в Нью-Йорке. Мы также хотели бы заняться вопросом обучения молодежи, научить всех пользоваться интернетом грамотным образом. Благодарю вас. Спасибо. Следующий. Спасибо. Меня зовут Валерий Сканев. Я учусь сейчас в Киото. Хочу выразить свою благодарность. Это первый для меня IGF-форум. Я рад видеть, как много людей собралось со всего мира высказать здесь свое мнение по такому важному вопросу, особенно в эпоху, когда ИИ так широко распространен. Я хотела бы дать вам свежий взгляд, я бы сказала, что хотели бы видеть программисты, технические люди. Хотя, может быть, и для тех, кто занимается политикой, тоже это было бы полезно, потому что я вижу здесь представителей парламентов Европы, Соединенных Штатов, других стран тоже. Но я бы хотела видеть больше именно технических специалистов, программистов, людей, которые именно разрабатывают программы, пишут коды. Я считаю, что это будет полезно для форума IGF. Спасибо. Добрый день. Меня зовут Волта Натис. Я говорю от своего имени и от имени динамической коалиции по вопросам безопасности и стандартов безопасности. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить IGF и принимающую сторону за организацию. Я не был ни на одной сессии, где было бы больше 25 человек. И при этом непонятно, какова причина этого. Может быть, слишком много сессий или люди заняты чем-то другим. А самая малочисленная сессия – это была сессия с тремя людьми. Давайте обратим на это внимание. Мне кажется, что внимание, уделенное темам на этом IGF, действительно было уделено очень важным темам. Это, конечно, сессия по искусственному интеллекту, который чрезвычайно важен. Но что касается решений вопросов, мне кажется, было недостаточно внимания, посвященное на этому вопросу. Теперь возвращаясь к вопросу динамических коалиций. Мы подготовили доклады. Где эти доклады? Они не были признаны IGF, получается. Я не вижу их на веб-сайте IGF. Да, они на сайте динамических коалиций. Но здесь их нет. На IGF их нет. При этом это ощутимый итог работы, который мог бы быть также и итогом работы IGF. Почему так происходит? Как это можно улучшить? И как иначе мы можем оценивать продуктивность работы динамических коалиций? Потому что это действительно осязаемый результат. И теперь по глобальному цифровому контракту. Мы обсуждаем это здесь. И я хочу подчеркнуть, что если это происходит только здесь, если у нас возможность диалога есть только в рамках IGF, то я думаю, что этого недостаточно. И мы должны быть лучше готовыми. Нам нужны ресурсы, нам нужен план. И нам нужно обратить внимание на то, как мы будем с этим сложным вопросом работать в 2024 году. И наша коалиция уже обозначила, что мы готовы взять на себя такую ответственность. Спасибо. У нас здесь Дебора Аллен на связи удаленно. Спасибо. Прежде всего, хотела сказать, что эта конференция потрясающая. И я вижу, что здесь действительно представлены все слои. Я работаю в Гаге. Я из Нью-Йорка. Я занималась вопросами дизайна 80-х, 90-х. Я занималась миротворческой работой. Занимаюсь здесь, в Гаге. Я продвигаю вопросы цифровой грамотности, а также заслуживающих доверия ресурсов онлайн. Я много раз была на конференциях, посвященных этим вопросам. Мне есть с чем сравнить. Я рада видеть винта серфа в зале. Для меня это потрясающе. И возможность общаться с винтом серфом, это, конечно, производит большое впечатление. Здравствуйте, винт. Хотя я и нахожусь здесь удаленно, но смотреть вам в лицо – это невероятно. И я думаю, что это, конечно, важно – привлекать людей, которые действительно умеют мыслить неординарно. Я вижу, как у вас мысли появляются, идеи появляются в ваших глазах. Я вижу, когда смотрю в ваше лицо. Хотя я и подключена удаленно. Я считаю, что это большое достижение, что удается привлекать таких людей к работе форума. Я думаю, что это очень важно для молодежи, которая сейчас здесь присутствует и работает в цифровой сфере. Это действительно многопоколенческое мероприятие. Здесь у нас и поколение X, и поколение Z, и бумеры, и прочие миллениалы. Я думаю, что это очень важно, что мы здесь связываем поколение. Я только что слышала кого-то из Нидерландов, который сказал, что нужно быть более практичными, и нужно подключать ресурсы. И молодой человек только что говорил о том, что справедливо, а что несправедливо. И я это чувствую. Я вот сижу здесь так далеко, но я это чувствую. Я потрясена, насколько глубоко можно прочувствовать атмосферу даже при удаленном подключении. И я как дизайнер, как проектировщик интернета, я потрясена, на какого прогресса удалось добиться. Давайте займемся вопросами дизайна. Давайте заниматься моделями финансирования и финансированием этой работы. Винт, я надеюсь, что вы работаете с молодежью, насколько это только возможно, потому что молодежь изгладалась по возможностям работы с такими выдающимися людьми. Спасибо. Спасибо, Дебора. Я хочу всем сказать, что я становлюсь все моложе и моложе, потому что я просто перешел на другую цифровую структуру. Так что у меня теперь 50 в моем измерении. Я из Пакистана. Здравствуйте. Меня зовут Амар. Я активист по работе с молодежью. Я адвокат по профессии. Я хочу поблагодарить организаторов, Организации Убеденных Наций, Японию за организацию. Я, правда, немного разочарован в том, как мало внимания уделено людям с инвалидностью. Мы видели, что они очень мало были представлены на этом форуме. И одна сессия по подключению людей с инвалидностью. Там было 8 ораторов, но только 4 человека было в аудитории. Я был разочарован это видеть, потому что люди с инвалидностью не должны быть единственными, кто интересуется этим вопросом. Я думаю, что это наша ответственность, наша задача. И я думаю, что IGF должен серьезно уделить внимание тому, чтобы и ораторов было больше, и участие было более активным в том, что касается именно этой темы. Также разочарован тем, кто представляет наименее развитые и развивающие страны в том, что касается визы. Когда я пришел в посольство Японии в Асламабаде, мне сказали, нам сказали, как глобальное мероприятие вроде этого может прислать приглашение вам в таком простом имейле. Многие мои друзья из Пакистана не получили визу, просто потому, что пригласительное письмо было вот таким. Мне кажется, что пригласительное письмо должно быть составлено как следует, с тем, чтобы посольство в странах, куда отправляются эти письма, понимали, о чем идет речь, ну или чтобы, соответственно, инструкции были даны посольству, потому что в посольстве никто просто не знал об этой программе. Мне кажется, IGF должен более серьезно к этому вопросу подходить. Увидимся, по воле Божьей, на следующий год. Спасибо. Давайте попробуем подключиться к хабу в Бенине. Доброе утро, день или вечер. Меня звать Фарух. Я один из основателей, а также президент проекта по искусственному интеллекту, вниманием которого, который сфокусирован на психическом здоровье. Я младший и единственный ребенок-эксперт, который принимает участие в работе по консультации на тему глобального цифрового контракта. Я рад, что IGF уделил такое внимание контракту и что была вовлечена молодежь. Я думаю, что это делает мероприятие именно таким успешным. Я, в частности, был рад услышать о важности уделения внимания детям и молодежи, потому что дети и молодежь, они коренные жители цифрового мира, цифровой эпохи, и их нужно поддерживать, их участие в онлайн-среде нужно поощрять. Большое спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Короля Виляску. Я выступаю от Ассоциации прогрессивной коммуникации. Прежде всего, мы хотели бы поблагодарить тепло, очень поблагодарить правительство Японии за тщательное планирование и великолепную организацию международного форума про интернет. Прекрасные комнаты, хорошая организация, удобный зал. Благодаря этому мероприятию было очень эффективным и удобным. Однако несколько слов о введении IGF в целом. Во-первых, когда мы готовились к участию и прибыв, выяснилось, что расписание IGF очень трудно разобраться. То, каким образом эта повестка заставлена, трудно разобраться в ней, и это влияет на доступность. Мы хотели бы в будущем включать ссылки в расписании во всех форматах и с тем, чтобы ссылки были бы все правильными. В дополнение к этому, когда начался IGF, мы с удивлением узнали, что не всегда можно было получить доступ ко всем сайтам, потому что они блокировались поставщиком Wi-Fi. Например, Amnesty International и другим организациям. Возникает вопрос о том, на каком основании блокируются какие-то домены. Доступ был ограничен для того, чтобы обеспечить якобы безопасный и открытый интернет. В том, что касается основных мероприятий, в некоторых мероприятиях мы не смогли принять участие, потому что был конфликт, так как они были назначены в то же время, что другие мероприятия. Кроме того, некоторые темы, которые поднимались на семинарах, были захвачены на обсуждение других в больших залах. Нас беспокоит распространенность технократических решений и вопроса марганализации на глобальном юге. В том, что касается представительности, нас беспокоит то, что ряд мероприятий, например, по гендерному разнообразию, по женщинам, по молодёжи, по гендеру и самоопределению, по гендеру и инвалидности, не представило широко всё сообщество. Люди с разными гендерами, молодёжь и так далее, в основном принимали участие не в присутствии в зале, а онлайн, потому что они не могли приехать либо из-за визы, либо от отсутствия поддержки на путевые расходы. Мы считаем, что эти вопросы необходимо громко обозначить. Когда готовилась подготовка, мы получили доклады от наших членов сообщества о том, что правительство Японии требовало дополнительной информации относительно занятости и финансирования. Например, в Уганде, где находится отделение ассоциации, наша ассоциация правительства Японии без каких бы то ни было объяснений отказала в визе 10 членам нашей ассоциации. И у других потребовали доказать легитимность представленных документов для того, чтобы выдать визу. А потому мы хотели бы любезно попросить, чтобы в следующий раз, когда будет проводиться Айджиев, учитывать обязательства правительства предоставить четкую процедуру получения визов с тем, чтобы все желающие могли приехать. А правительство должно дать соответствующие инструкции своим посольствам для того, чтобы были оформлены визы участникам с глобального юга, особенно в Африке. И принимающие правительство должны убрать все те препоны и барьеры, которые стоят на получении виз. Простите, к сожалению, вы уже в два раза превысили ваш регламент времени. Вы можете направить свои комментарии в письменном виде. Следующий докладчик. Я, председатель Айджиев СА, я хочу поблагодарить вас за организацию этого Айджиев. Прекрасно. Мне кажется, что было очень четко все организовано, очень гладко прошло. В целом, организация была великолепной. Я решила взять слово по тому, что Айджиев проводится большой объем работы, динамические коалиции, сети по формированию политики и так далее. Но эта вся работа требует дополнительных ресурсов. Люди, которые приезжают сюда, вносят свой вклад. Но необходимо также, чтобы и люди из Айджиев могли привлечь дополнительные ресурсы. Мы пытаемся оказать поддержку национальным, региональным Айджиев. Но необходимо задуматься о том, каким образом сделать так, чтобы другие сообщества, не находящиеся в этом зале, могли бы внести свой вклад. Если вы хотите получить больше от Айджиев, то нужно самому вносить вклад в его работу. Конечно же, руководство Айджиев должно также работать, не закугливаясь на своей повестке, а взаимодействовать активным сообществом. Здравствуйте, меня зовут Бея Барбоза. Я представляю гражданское общество. Выступаю у отправки коалиции, в которую входят более 50 гражданских организаций Бразилии. Мы хотели бы поблагодарить народ Японии за очень теплый прием. Мы также приветствуем то, что Бразилия возвращается в первые ряды в борьбе со социальным неравенством и выступает за защиту экологии. Но у нас еще много предстоит делать в стране. В Бразилии очень большой разрыв, цифровой разрыв. И миллиарды реалов тратятся якобы на подключение людей, но на самом деле разбазариваются. И Бразилия сталкивается с волнами дезинформации, с выступлениями, основанными на ненависти. И это негативно сказывается на нашем избирательном процессе, на правах женщин, молодежи и коренных народов. Из-за ультраправых партий мы до сих пор не смогли принять закон, который бы демократическим образом регулировал наши цифровые платформы. Нам нужно внутри страны сделать еще очень многое. Поэтому мы надеемся, что руководящий комитет сможет провести в следующем году встречу с участием множества заинтересованных сторон, с тем, что мы могли взять конкретные обязательства для построения интернета, к которым мы стремимся. Спасибо за внимание. Здравствуйте. Меня зовут Фаль Калиди. Я представляю гражданскую организацию. Я помню, как в 2018 году я как раз говорила о том, что искусственный интеллект – это очень важная тема. Однако мы обсуждаем управление интернетом. И до тех пор, пока искусственный интеллект имеет какое-то отношение к управлению интернетом, тогда здесь нужно об этом говорить. Когда мы в будущем будем говорить об искусственном интеллекте, мы должны одновременно с этим и говорить об управлении интернетом. Далее. Следующий мой комментарий касается участия технического сообщества в семинарах. К сожалению, нам не удалось привлечь техническое сообщество. Они могли бы поделиться с нами своим экспертным образом. Мы их недостаточно влекаем в обсуждение политики, хотя именно благодаря им мы пользуемся интернетом. Кроме того, я не согласна с тем, что мы тонем в море дезинформации и плохом контенте. Я боюсь, что подобные формулировки приведут к принятию непродуманных решений. Я считаю, что нам нужно очень осторожно делать подобные заявления, особенно в дискуссиях о высоком уровне. Давайте посвятим этот форум управлению интернетом. Давайте не забывайте о том, какое значение имеет подключение к интернету. Давайте попробуем еще раз подключить. Беннин, может быть, нам удастся это сделать в этот раз? Я представляю гражданское общество. Я представляю НПО. Мы выступаем за распространение интернета и возможность свободно работать. Мы организовали несколько сессий в этой связи у себя в стране. И нас очень интересует, что происходит на международном уровне, в смысле управления интернетом. Нам хотелось бы больше узнать для того, чтобы куда больше заинтересовать наше население в развитии интернета. Ведь совершенно очевидно, что у нас, в нашей деятельности, мы не можем обходиться без интернета. Вне зависимости от того, подключения к интернету или нет, все равно интернет влияет на вашу жизнь. Это имеет такое значение для нашей экономической жизни, что мы бы хотели иметь эту власть, власть использования интернета в целях развития. И я хочу также поблагодарить организаторов этого форума. Потому что у нас очень много людей, которые даже никогда не слышали раньше о форуме, а теперь они многое новое узнали. Поэтому благодарны организаторам, благодарны всем выступавшим. Еще один вопрос, который нас очень беспокоит. На этой конференции было очень много экспертов по интернету. И было многое сказано. Мы бы хотели, чтобы эти рекомендации нашли бы отражение в разработке национальных стратегий. С тем, чтобы эти рекомендации были бы использованы непосредственно в работе. Большое спасибо. Меня зовут Бахтияр Мамадов. Я заместитель администрации Министерства цифрового развития Азербайджана. Мне очень приятно приветствовать всех участников IGF. У IGF есть уникальная черта. Саммит по информационному обществу принял решение о необходимости собрать представителей разных заинтересованных сторон в рамках единого форума. И это позволяет людям, которые занимаются разным видом деятельности, с разным опытом, вместе обсуждать решения вопросов, которые касаются развития интернета. Я благодарен очень тем, кто внес большой вклад. Мы в 2012 году принимали IGF у нас в стране. Мы знаем, как это сложно сделать. Но мы видим, что у IGF также удалось развить свои потенциалы. Но в том, что касается развития технологий и инноваций, мы хотим сказать, что цифровая трансформация – это приоритет для правительства Азербайджана. В текущих обстоятельствах мы задаемся вопросом, что такое сильная экономика. Раньше мы говорили население, природные ресурсы, а теперь мы должны говорить, что стильная экономика зависит от технологий и инноваций. Именно это определяет будущее развития страны. Хорошая цифровая экономика позволяет прийти к устойчивому росту, к конклюзивному росту, повышает конкурентоспособность и укрепляет способность страны противостоять внешним потрясениям. В Азербайджане наша экономика раньше зависела от природных ресурсов. Мы хотим перейти к цифровой экономике. 2,6 млрд человек, как уже неоднократно говорилось, еще не имеют доступа к интернету. Азербайджан со своей стороны проводит ряд программ, и к концу 2024 года по плану у нас будет 100% охват территории страны с минимальной скоростью 25 мегабит в секунду. Мы работаем с частным сектором, создаем партнерство между частным сектором и государственным сектором с тем, чтобы создать такие процессы, и стимулируем частный сектор с тем, чтобы была создана инфраструктура. И также проводим ряд других мероприятий для реализации этой программы. Одним из достижений Азербайджана также является создание умных городов и умных деревень. В недавно освобожденных территориях, там, где в течение 30 лет жили внутренне перемещенные лица, благодарю вас, говорит ведущий. В будущем мы сможем поделиться этим опытом и поделимся передовым опытом с IGF и с заинтересованными сторонами. Я хочу вам всем пожелать всего наилучшего на всех будущих мероприятиях IGF. Я много узнал на этой встрече. Я вам очень благодарен. Я надеюсь, что в будущем такие встречи можно будет проводить в разных странах. И хочу также предложить норму регулирования. Добрый день, уважаемые члены дискуссии и все присутствующие мне зовут Грегори Асуэлла. Джеймс Грегори Асуэлла из Филиппин. Поздравляю организацию устойчивого развития. Прежде всего, хочу поздравить правительство Японии и учреждения ООН и всех тех, кто смог организовать таким успешным образом IGF в 2023 году. Я хочу поделиться с вами своими соображениями и представлю это в виде трех тезисов. Во-первых, я надеюсь, что мы сможем изыскать возможности призвать членов правительства создать Совет по управлению интернетом. И на местном уровне проводить политику и проекты для того, чтобы ответить на настоящие перед нами вызовы, которые касаются цифровизации интернета и инноваций. Во-вторых, я призываю правительства мира принять законы и регулирующие нормы, которые бы стимулировали частные компании инвестировать в регионах, недостаточно охваченных услугами, для того, чтобы там стал доступен интернет. В-третьих, найти способы призвать правительство поддержать частные секторы с тем, чтобы они предоставляли местным сообществам доступ к финансированию, наставнические возможности и таким образом способствовать развитию развивающихся стран. Спасибо. Благодарю вас, Себастьян Башолия, берет слово. Я один из организаторов форума IGF во Франции и в Икане возглавляю группу At Large at Europe. Я выступаю на французском языке. Мне кажется, что этот форум должен быть многоязычным. В противном случае очень сложно. У нас есть инструменты перевода, давайте им пользоваться. В дополнение к словам благодарности, которые уже неоднократно прозвучали здесь в адрес правительства Японии, мне бы также хотелось поблагодарить всех остальных, кто принимал участие в организации этой конференции. Мне кажется, что организация, с участием множества заинтересованных сторон, она не может быть организована лишь правительством. В этой организации принимают участие и гражданские секторы, частные секторы и так далее. Еще есть такая фраза «Слишком много конференций убивает конференцию». То есть, мне кажется, что можно было бы по-другому немного организовать расписание, создать расписание с тем, чтобы было больше участников в зале, с тем, чтобы обеспечить больше интерактивности, пользу. Это, во-первых. Во-вторых, мы очень много говорили об искусственном интеллекте. Давайте не будем забывать о нашем коллективном интеллекте, который присутствует здесь в зале. Большое спасибо. Прошу вас вовремя. Спасибо. Я буду выступать на испанском языке. Я из Бразилии. Я транс-небинарный человек. Мне бы хотелось выразить следующую критику. Недостаточно были представлены уязвимые группы населения. Есть разные люди, у них разные тела, и на них больше всего влияет технологии. И эта проблема имеет трансграничный характер. Необходимо дать возможность таким людям быть частью этой среды. Когда я регистрируюсь для того, чтобы принять участие в мероприятии, нет возможности указать, что я человек транс-ориентации небинарные. И это означает, что мое тело не уважается здесь. Впервые от Бразилии здесь представлена делегация, которые транс-небинарные лица. У нас много рисков, многое нам угрожает. Мы должны находиться за столом, где обсуждаются права человека. Должны быть люди, у которых разные тела. Иначе мы не можем говорить о правах человека без этого. Иначе это просто лицемерие. Мы должны уделять больше внимания маргинализованным группам населения. Мы должны их сделать частью нашего диалога. И мы должны их понимать и дать место и возможность выступать людям с другими телами. А теперь я вынужден закрыть очередь. Это последний выступавший. Пожалуйста. Меня зовут Изан Кан. И здесь рядом со мной коллега Наталья Тартова. Мы являемся стипендиатами Европейского диалога по программе молодежи по управлению интернетом. Во-первых, я хочу отметить невероятную работу, которую было сделано интернет-общество. Был подготовлен вот этот интернет-атлас в этом году, который называется «Вадис молодежь». То есть, куда идет молодежь. Необходимо отметить великолепную работу, которая была проведена молодежью в области управления. И еще вместе с Натальей я хочу представить наши тезисы. Мы вкратце охвачу две темы из четырех. Во-первых, мы хотим создать лучшее будущее с использованием искусственного интеллекта для обеспечения благополучия для всех. Мы хотим, чтобы государство играло лечивую роль в продвижении научного развития и в разной степени в технологические инвестиции. И при этом государственные органы должны дополнять технические системы, чтобы не допустить единой точки провала. Мы также хотим, чтобы искусственный интеллект и их использование ограничения этических последствий стали частью программы обучения. Во-вторых, мы хотим, чтобы женское общество выступало за искусственный интеллект, не как об общем благе, чтобы не только некоторые организации об этом говорили. Во-вторых, мы хотим перейти к научной основе в обсуждении интернет-управления. Мы хотели бы создать механизм правоприменения с тем, чтобы все правительства, которые берут на себя обязательства, которые содержатся в разных декларациях, можно было бы обеспечить их подотчетность и проводить оценку воздействия с тем, чтобы избежать фрагментации. И мы призываем государство главного действия с техническим сообществом, призываем к рамкам активизма в интернете. И поскольку мы молодежь, мы хотим сделать так, чтобы все, как те сообщения, которые были сделаны между молодежью в прошлом, так и будут сделаны в будущем, бы учитывалось, и что ли молодежь принимала участие в принятии решений. Вы, конечно, продолжаете, но остальные два не смогут принять участие. Спасибо. Кроме того, мы хотим создать совестливую экосистему. Мы считаем, что приоритетом должно быть развитие технических наркотиков детей с тем, чтобы они могли смягчать риски, которые существуют онлайн. Мы призываем включать организованные голоса тем, чтобы обеспечить инклюзивность в цифровой среде в сельских регионах. Мы призываем к расширению инвестиций в инфраструктуру для того, чтобы снять фрагментацию и создать рабочие места. Наконец, мы предлагаем создать единые стандарты по функциональной совместимости для того, чтобы не допустить захват рынка одним поставщиком и предотвратить излишнюю концентрацию. И таким образом мы сможем создать инклюзивный мир, который уважает индивидуальные права человека и опирается на цифровые технологии. Мы надеемся, что эти тезисы, которые представлены молодежью, эти призывы найдут отражение на практике. Спасибо. Благодарю вас, Питер Максис из организации Access Now и рядом со мной Валерия Беттен-Кур. Мы выступаем от растущего числа организаций гражданского общества и хотим выразить нашу обеспокоенность решением Саудовской Аравии, решением относительно того, что следующая конференция пройдет в Саудовской Аравии. Мы призываем вас отозвать это решение и пересмотреть процесс принятия решения. Саудовская Аравия беспрецедентным образом борется с свободой слова онлайн и оффлайн. Активисты исчезают, их осуждают на смерть. Так случилось с одной учительницей. Мать двух детей была осуждена на 34 года в тюрьме. Два волонтера Википедии несправедливо сидят в тюрьме за их работу по распространению информации. Нет гражданской свободы, нет независимых организаций гражданского общества в этой стране. Мы отмечаем пятилетие убийства Джамала Хашидой, а справедливости до сих пор нет. РИАД – это небезопасное место проведения АДЖЕФ для тех, кто защищает права человека, для ЛГБТ, для других маргарингованных групп. И мы также обеспокоены транснациональными гонениями за границами СССР. На этой конференции немало говорили об опыте женщин и о необходимости учитывать гендерный аспект в нашей работе. Садуская Аравия – это одна из самых опасных мест на планете для женщин. Я вынужден вас прервать. Нет, у меня есть еще несколько секунд. Нет, я не могу эстическим образом позволить нашим сотрудникам ехать в эту страну. У нас есть кодекс поведения. Спасибо. Я хочу попросить вас вследовать кодексу поведения. Я знаю, что есть определенная беспокойность, связанная с этим решением, но то, каким образом выражается эта безобочность, также имеет значение. Я благодарю вас. Я выражаю факты. И я готов продолжить этот разговор. Если вы хотите провести расследование по этим фактам. А сейчас я передам слово моей коллеге. Благодарю вас. Мой коллега Питер представил определенные факты. Мы считаем, что сама легитимность подхода с участием множества заинтересованных сторон стоит под угрозой. Участие множества заинтересованных сторон – это крыльгольный камень, Айджиев, участие гражданского общества жизненно необходимо для того, чтобы функционировала эта модель. А контекст, который не позволяет эффективно, полноценным образом участие гражданского общества, подрывает не только способность гражданского общества внести свой вклад в работу, но и ставит под угрозу работу самого Айджиев, причем в критический важный момент. Айджиев – это очень важный элемент сотрудничества в области цифровой технологии. Необходимо укреплять Айджиев, поэтому мы хотим еще раз подчеркнуть, что мы призываем пересмотреть процесс принятия решений и отменить это решение. Меня зовут Марико Кокуяши. Прежде всего, я хочу поздравить с успешной организацией Айджиев. Я хочу поблагодарить секретариат правительства в Японии и руководство Айджиев и всех членов Айджиев. Я и сообщество ТЭД. Прежде всего, я хочу сказать, что последние 4-5 лет нам было очень непросто. Мы хотели провести семинар по инфраструктуре интернета и сравнить с новейшими технологиями, то есть 5-ти искусственного интеллекта и так далее. Но очень трудно говорить о технологиях, и тогда трудно понять то, о чем говорят другие заинтересованные стороны, о каких проблемах они говорят. Есть еще, нужно многое обсудить на форуме, было бы обсудить. Мне бы очень хотелось, чтобы было больше участников технического сообщества. С тем, что мы на форуме обсуждали интернет, мы говорили бы больше о технических вопросах. Их не просто лишь бросались такими термами, как новейшие технологии, но многие из этих проблем напрямую связаны со связью, с управлением и так далее. Спасибо за внимание. Спасибо. И последние выступающие на сегодня. Нет, мы, к сожалению, должны придерживаться времени, так что только один. Все остальные уже сели. Вы просто второй выступающий, который встал в очередь. К сожалению, вам мы слово дать уже не можем. Я из Германии, представляю организацию гражданского общества. Меня звать Анна Хайм. Я хочу поблагодарить АДЖФ за потрясающий опыт, за то, что секретариат такую отличную работу проделал, конституционную группу. Хочу поблагодарить за планирование организации мероприятия. Хочу всем вам сказать, вы замечательные люди. Как политолог и исследователь, я рад видеть так много сессий, посвященных вопросам детей, вопросам интересов и потребностей детей и молодежи. Я думаю, что права ребенка и подход, учитывающий права ребенка, это верный подход. И он всем нам, я думаю, полезен и необходимо всем нам учитывать. В заключение, я хотел бы поблагодарить своего начальника за то, что он доверился мне и доверил мне роль представителя и менеджера по правам детей. Спасибо за это. Спасибо также за то, что включили меня в обсуждение вопросов на эту тему. Хочу в заключение сказать, что хочу все вас увидеть на следующий год на АЧФ. Надеюсь, что мир будет в более мирном состоянии и не будет в таком конфликте, как сегодня мы видим. Есть ли кто-то среди наших экспертов на сцене, кто хотел бы что-то сказать в заключении? Спасибо. Я очень кратко хотел бы выразить благодарность всем, кто такие добрые слова сказал о нас. И всем тем, кто к нам присоединился на этой неделе. Я благодарю вас за ваши добрые слова, за слова благодарности, которые вы высказали в наш адрес. И высказали слова благодарности моим коллегам, не только из министерства, но и из частного сектора и других компаний. Всем тем, которые работали очень много с тем, чтобы подготовиться к этому мероприятию. Хочу также лично от своего имени поблагодарить команду Организации Объединенных Наций, а также команду IGF. И всех тех, кто организовывал это мероприятие. Пола Митчелл из его руководства. Доктора Винта Серфа, который сидит рядом со мной. Вы поверить не можете, как я рад сидеть рядом с отцом интернета. Даже мой сын был невероятно рад, когда я просто показал визитную карточку Винта своему сыну. Я очень рад видеть вас здесь. Я считаю, что само только ваше присутствие уже дает нам импульс обсуждать все эти вопросы. Я думаю, что мы будем продолжать нашу работу в ближайшие годы под вашим чутким руководством. Я рад видеть и готов подтверждать, что наше правительство выражает свою приверженность к дальнейшей работе по укреплению принципов подхода с привлечением многих сторон. Мы готовы продолжать улучшать работу IGF, укреплять нашу работу, наши дискуссии расширять, охватывая все темы. Мы поддерживаем запуск глобального цифрового договора и продолжим эту работу в ближайшие годы. И, конечно же, в УИО плюс 20. Хочу еще раз поблагодарить всех от имени правительства Японии, японского общества. Я благодарен всем, кто приехал в Киото и благодарен всем, кто внес вклад в этот форум. Я буквально в двух словах скажу. Тут, я думаю, все улыбаются еще и потому, что мы подходим к концу не только этой сессии, но и такой тяжелой недели. Мы подошли к концу этой сессии, но я думаю, что все желающие помнят, что они могут отправить нам свои комментарии по имейлу, даже если не хватило времени подойти к микрофону и высказаться здесь устно. Пожалуйста, пишите нам. Мы обязательно резюмируем все ваши мнения в докладе, который мы подготовим и опубликуем на нашем веб-сайте. Тем временем продолжайте работать на международном уровне, региональном и страновом уровне IGF и помогайте двигать нашу работу вперед. Вас готовы всегда поддержать конституционная группа и группа руководства IGF. Спасибо. Спасибо. На этом мы завершаем сессию открытого микрофона. Хочу в заключение поаплодировать Полу Митчеллу, уходящему председателю консультативной группы. Спасибо, Пол. Спасибо. 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 Спасибо.